Однажды 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 В тот день я возвращался берегом после службы домой. Мне, родившемуся на севере, всегда был люк, свежий морской ветер и суровый гул Невской воды. Вдруг вижу передо мной стоит чудный дивный старец. Посмотрел на меня сурово, но глаза были ласковые и добрые. Руки и ноги у меня дрожали, я хотел что-то сказать, но язык мой не повернулся. Старец меня перекрестил, и мне сделалось легко и радостно. Затем старец указал рукой на облака, и увидел я явственно Царицу Небесную. О лик пресвятой и благой, очи голубые и голубиные, добрые, смиренные, спокойные, небесные, божественные, Не забуду я вас дивные, очи. Минуту продолжалось это явление. Потом она ушла неторопливо и скрылась в облаках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Есть в Петербурге довольно странные уголки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ Ходишь, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И справедливо страдание по делам праведным судом Божиим послана мне болезнь моя, и я должен великодушно и благодарно терпеть и молиться, радоваться, что несу крест болезни, а значит, иду узким скорбным путем, ведущим к царствию. Я иду со старцем и вижу, масса крестов стоит, тысячи, миллионы, все разное. Старец сказал мне, это те, которые за Христа и за Слово Божие пострадали. И представилась мне большая масса народа со свечами в руках, с радостными лицами. Здесь были цари, князья, патриархи, схимники, миряне, отроки и младенцы. Я хотел спросить старца, что это за люди. Старец, как будто зная мою мысль, сказал, это все рабы Христовы, пострадавшие за святую Христову церковь. Я спросил, могу ли я присоединиться к ним. Старец сказал, нет, еще рано тебе, потерпи. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а остальные девять десятых должны послужить к тому материалам и средствам, а сами оставаться во мраке. В наше мечущееся время идеалом является преклонение перед деньгами, перед властью золотого мешка. Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. Началось обожание даровой наживы, наслаждение без труда. Всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно. Если сейчас народ не опомнится, то весь в самое малое время будет закабален. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа. Они будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным. Но не бывать этому. Не захочет народ сам кабака. Захочет труда и порядка. Захочет чести. Наша интеллигенция питала к русскому народу лишь одно презрение. Воображая и веруя в то же время, что любит его и желает ему всего лучшего. Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигента – решительный для меня феномен. Наши западники трубят во все трубы, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения, что нам дано только ползти за Европой. Такие люди так прямо и рождались у нас иммигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В нас, считают они, витают общечеловеческие идеалы. Мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал, среда народная бессмысленна, тупа. Отделяясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Господи, согрешил я своей неприязнью к кривым, хромым, глухим, хотя и сам глухой, и всяким обезображенным болезням. Забывая, что они такие же люди, что их души, может быть, гораздо прекраснее нас по внутреннему достоинству, по добродетели, тайной или явной. На последнее время часто сравниваю мысленно город и деревню, и дивлюсь контрасту между ними. Горожане утопают в богатстве, деревня утопает, в огне и бедности. Деревенские жители – это мученики, скорбные вечно люди. А ведь когда пришел в мир Бог, чтобы спасти человеческий род, кто оказался достойным помощником Богу? Бедные, неученые люди. Двенадцать простых рыбарей. Достопочтенные граждане, не закрывайте глаза на картину бедности наших нищих. Не отворачивайте лицо. Не огнушайтесь, ведь это братья наших, эти непривлекательные по наружному виду. Во имя христианства, во имя человеколюбия и гуманности взываю, помогите этим бесприютным беднякам, поддержим их нравственно и материально. При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных стыдно оставлять других наших братьев оторванными от общественного дела и его благосостояния. Как хорошо было бы по всем этим причинам устроить дом трудолюбия, где люди бы нашли себе место, трудились бы и благодарили Бога. И нравственно многие поднялись бы. Разве не доброе, негуманное дело спасать людей от ленности, праздности, апатии и тунеядства? Не пугайтесь, господа, громадности предпринимаемого дела. Доброму делу поможет Бог. А где Бог, там скоро явится все как бы из ничего. Вскоре моя мечта осуществилась. В Кронштадте появилось попечительство о бедных и дом трудолюбия. Тысячи бездомных получили работу, вошли в новую жизнь и были спасены от голода, болезней и нищеты. Нынче идет снег Почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Так что пусть это будет повесть по поводу мокрого снега. Я хоть и говорил, что сознание есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. И от настоящего страдания человек никогда не откажется. Страдание – это ведь единственная причина сознания. Да и что лучше? Дешевые или счастья, или возвышенные страдания. Ну-ка, что лучше? Зачем она пришла? Зачем? Она пришла ко мне вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня. Потому что для женщины в любви то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение. Я же считаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета право над ним тиранствовать. Неужели она не догадывается, что я никогда ей не прощу того, что застало меня в этом халатике, когда я бросился, как злая собачонка, на Аполлона? Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка на своего лакея, а тот смеется над ним. И слез давешних перед ней никогда ей не прощу. И того, в чем ей признался, никогда не прощу. Да она одна за все это должна ответить, потому что подвернулась, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков. Я буду ненавидеть ее за то, что она меня слушала. Да, лучше будет, если она навеки унесет с собой оскорбление. Оскорбление — это ведь очищение. Это самое едкое и больное сознание. Завтра же бы я загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. Оскорбление возвысит и очистит ее ненавистью, а может и прощением. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам ей счастье? Разве я не замучу ее? Реформа Петра Первого нам слишком дорого стоила. Она разъединила нас с народом. Его реформа носила поверхностный характер. была обращена главным образом на внешность. А русский народ больше всего ценит дух, мысль, суть дела. Реформы Петра создали у нас своего рода государство в государстве. Так называемое образованное общество, переставшее мыслить о Руси. народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой. А высшие классы скоро утеряли и язык, на котором говорила масса. Но все время был только один случай соединения народа с образованным сословием. Это 12-й год. Вот тогда мы увидели, как народ заявил себе. Мы поняли тогда, что он такое. Теперь мы хотим сблизиться с народом, не понимая, что на практике он отвергает нас. Петровская реформа дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нет дороги. Закончился 170-летний петербургский период русской истории. Жизнь наша на земле это сон, мечта и постоянное и постепенное умирание. Христианину нужно твердо помнить, что его пребывание на земле не вечно. И если мы чаем Царство Небесного, то нам надо стяжать небесные нравы, должно небесно пожить на земле. Удивительное существо душа человеческая, созданное по образу и подобию Божию и очищенное от грехов. она бывает у святых, усердно послуживших Господу в жизни сей временной. Святые всю жизнь готовились и очищали себя от всякой скверны плоти и духа. Они зорко следили за всеми движениями сердца своего. нет нет ли там неприязни, злобы или зависти. А какое было у них самоотвержение, какое беспристрастие к богатству, к мирской чести и славе, какое имели воздержание, какое усердие к Богу, какую молитву всегдашнюю, какой труд и какое смирение. Святые праведники умертвляя плоть свою, обессмертили свою душу. Наши тела, много сластопитаемые, издают смрад по смерти, а иногда и при жизни. А их тела благоухают и цветут как при жизни, так и по смерти. Мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разрушая, созидали. И сколько дарований духовных они получили от Бога, какие чудеса творили, какой дар пророчества имели и при жизни, и по кончине Бог прославил их. И иные святые, как солнце просияли при самой кончине, и ангелы были спутниками их на небо. Самая главная потребность русского человека есть потребность страдания. у русского человека даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье для него неполно. Христианин, не забывай, что ты, гражданин неба и Отечества небесного, что ты находишься в воинстве духовном. помни, что против нас ведется непрерывная война. Знай, что ты не один и не одинок. Собор святых вот какое божественное ополчение окружает нас. Святые это помощники и заступники и друзья наши. Нас воинов православия множество, а во множестве мы сильны. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей только в православии. Посмотрите, что везде в Европе. Страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни. Римское католичество, не задумавшись, продало Христа за земное владение. Папа глава ли церкви? Нет, это нелепо. Церковь объемлят собою и святых угодников, и ангельский собор. Это одно тело под главою Единым Христом. Причем тут грешный Папа? Главенство человека в церкви, его личная непогрешимость, самое вредное дело. Предубеждение против нас, их уверенность, что мы еретики и схизматики, разве это невеликое препятствие к единению? Разве можно соединить несоединимое ложь с истинной? Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские. Ненавистно славянское племя в Европе. Почему они не могут нас одолеть? да потому, что они совсем ничего не понимают в России. Потому, что они проглядели весь русский народ как живую силу и проглядели колоссальный факт союз царя с народом своим. Они не знают, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа и сознанием народа. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем и что нет такой силы на всей земле. Субтитры сделал DimaTorzok Мерещится мне история, случившаяся как раз накануне Рождества в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне мальчик, но еще очень маленький. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. он дрожал и ему очень хотелось кушать. Мальчик несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой подстилке лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Напиться мальчик где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. «Очень Лошади и кареты, и мороз, мороз. Мерзлый пар валит из загнанных лошадей. И все так толкаются, кричат, бегут. А свету-то, свету-то. Никогда еще он не видел ничего такого. Там, откуда он приехал, в ночам такой черный мрак, и один фонарь на всю улицу. Но там было зато так тепло, и ему давали кушать. А здесь, господи, как бы покушать. А это что? Какое большое стекло. А за стеклом комната. А в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков. А кругом тут же куколки, маленькие лошадки. А в комнате девочка на чем-то играет. Вот и музыка. Сквозь стекло слышно. А в другом окне тоже елка. И музыка. И музыка. И гостинцы. И, наверное, там тепло. И вдруг мальчик вспомнил про то, что у него болят пальчики. Подышал на руки и пошел дальше. И вот видит он сквозь стекло огромную комнату. А по комнате бегают дети. Нарядные, чистенькие. Смеются и играют, и едят, и пьют что-то. А вот девочка начала танцевать. И все поют какие-то незнакомые песни. А на столах бесчисленные подарки, игрушки, конфеты и пироги, которые раздают богатые барыни. Глядит мальчик, девица. А у него уже пальчики на ручках не сгибаются и больно пошевелить. Засмотрелся мальчик в окно. И вдруг... Ух, как на него закричали и замахали. И как он испугался. Выбежал мальчик из ворот поскорей, поскорей. А куда сам не знает. Хочется ему заплакать. Да уж он боится останавливаться. И идет, и идет, и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему так одиноко и жутко. И, Боже мой, как холодно вокруг. Как холодно. И вдруг, Господи, на окне за стеклом куклы разодеты. Никогда он не видел таких кукол и не знал, что такие есть. И подумал сперва мальчик, что они живые. А как догадался совсем, что это куколки, вдруг рассмеялся. Неожиданно ему почудилось, что сзади его кто-то схватил. Это злой большой мальчик треснул его по голове. Покатился мальчик в дозе. Тут закричали. Обомлел он. Вскочил и бежать, бежать. И, наконец, забежал сам не знает куда. В подворотню на чужой двор. И присел за лестницей. Тут не сыщут. Да и темно. И вдруг стало ему хорошо. Ручки и ножки перестали болеть. И стало так тепло. Так тепло, как на печке. Как хорошо тут заснуть. Посижу здесь. И пойду опять посмотреть на куколок. Подумал мальчик. И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. Мама, ах, как тут спать хорошо. Пойдем ко мне на елку, мальчик. Прошептал над ним. Тихий голос. А наутро дворники нашли маленький трупик, забежавшего и замерзшего за лестницей мальчика. Разыскали и его маму. Та умерла еще прежде его. АПОСТОВЛЯЮЩЕСЬ! АПОСТОВЛЯЮЩЕЙ! Опоздал, опоздал, какая она тоненькая у гробов, как заострился носик, лесницы лежат стрелками, и ведь как упала, ничего не размышляла, не сломала, только одна горстка крови, десертная ложка, то есть опоздал, а что если мало крови, просто от мало крови, от истощения жизненной энергии, устала она за зиму, вот что Теперь опять никого в доме, и опять один с закладами, ой, если б можно было не хоронить, бред, бред, вот где бред, измучил я ее, вот что, опоздал, опоздал Как все от крайнего холода зацепенело, омертвело, как печально, больно, скучно, многим только смерть покажет все сиротство, бедность, нищету их душ Какие низменные, тленные, нечистые и пагубные стремления твои, человек Они от Бога разлучают душу, и в тленье, и в смерть порывают, в рабство постылое подвергают, в безумие горе сердца Что мне теперь ваши законы, к чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера Пусть судит меня судья, пусть приведут меня в суд, ваш классный суд, и я скажу, что я не признаю ничего Судья скажет молчи, а я закричу ему, где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже, зачем мне теперь ваши законы Мне все равно, я отделяюсь, опоздал Господи, мир в смятении, дьявол торжествует, правда поругана Восстань, Господи, в помощь церкви святой Россия, больше всех ты согрешила, ибо имеешь у себя неоцененное жизненное сокровище, веру православную Господи, в разуме студентов, в разуме власти, дай им правду и силу твою, державу твою Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своей Дай ему мужество, мудрость, дальновидность Нам каждому надо стать русским, то есть самим собой Нам нужно перестать презирать народ свой Да груб наш народ Пусть в нем есть и зверство, и грех Но он все равно никогда не примет своего греха за правду Грех есть смрад И смрад пройдет, когда высияет солнце Грех есть дело приходящее, а Христос вечное И в свои лучшие минуты народ в правде никогда не ошибется Слепая, слепая, мертвая и не слышит Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя Рай был бы у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя Но ты бы меня не любила, и пусть, ну и пусть, ну и что же Все было бы так, все бы и оставалось так Козность, о природа, люди на земле одни, вот беда Если в поле жив человек, кричит русский богатырь Кричу, я не богатырь, и никто не откликается Если бы другого полюбила, ну и пусть, пусть Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы Пусть бы все так и было Только бы открыла хоть раз глаза Опоздал, опоздал Говорят, солнце живет вселенную Зайдет солнце и смотрите на него, разве оно не мертвец Все мертво и всюду мертвецы Одни только люди, а кругом них молчание Вот земля Люди любите друг друга Кто это сказал? Чей это совет? Опоздал 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 Мама Мама Ах, как хорошо тут Мама А это что за мальчики? А это что за девочки? Это Христова елка У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек У которых там нет своей елки А эти мальчики и девочки так же, как ты И все они теперь здесь Все они теперь, как ангелы Все у Христа Мы пошли дальше Старец шел быстро Так что я едва успевал за ним Вдруг Обратился и сказал Смотри Вижу Вижу Горы Трупов Человеческих Старец взял меня за руку и сказал Не плачь Так нужно Господу Богу За наше маловерие И окаянство Всему надлежит Так быть Затем вижу Как ведут к Антихристу Юного отрока на поклонение Пади на колени Но отрок смело подошел к престолу Антихриста И сказал Я христианин И верую в Господа нашего Иисуса Христа А ты Исчадие ада Слуга сатаны Ты Антихрист Смерть Страшно заревел он И тут тысячи молний Стрелами огненными Полетели Поражая слуг Антихриста Бедный маленький мальчик Такие холодные ручки И совсем не гнутся пальчики Словно льдышечки ручки Ничего Скоро все будет хорошо Маленький мальчик Все будет хорошо Я знаю народ Жил с ним довольно лет Ел с ним И сам к злодеям причтен был Работал с ним настоящей мозолистой работой От него я принял вновь В мою душу Христа Которого узнал в родительском доме ребенком И которого утратил было Когда преобразился в европейского либерала Главная школа Которую прошел наш народ Это века бесчисленных и бесконечных страданий Когда он Оставленный всеми Попранный всеми Работающий на всех и на вся Оставался с одним Христом-утешителем Которого и принял тогда в свою душу навеки И который зато спас от отчаяния Его душу Все мы, как и все вещи и существа в мире тленны Но душа наша вечно И хочет вечного существования Мы, христиане, научены веровать в вечную жизнь И каждый день говорим в себе Чаю воскресения мертвых И жизни будущего века Так, дорогие братья и сестры Есть царство вечного света Вечной жизни Вечной любви Вечной правды Вечного мира Вечной красоты Нескончаемого И невообразимого блаженства Для приготовивших себя К будущему веку Это истинно непреложное Будем же, дорогие братья и сестры Готовиться к вечному царствию Верою, молитвою И добродетелью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok